Пройти по скользкому тротуару и не упасть – испытание не из простых. Синоптики прогнозируют, в ближайшие несколько дней температура будет держаться выше нуля. Значит, гололеда не избежать. Сегодня шла, чуть не навернулась, потому что на дорогах очень скользко. Хотелось бы, чтобы хотя бы чем-то посыпали. Стараешься аккуратнее просто ходить, а так, в принципе, ищешь моменты, где асфальт есть. Пожилым удерживать равновесие еще сложнее. Двигаться приходится маленькими шагами. Я из поселка Заклязьминского. Там вообще один лед на дорогах, на тротуарах, на дороге на проезжей. Песком не посыпают. В общем, не шла сказать. Оползла, можно сказать. Ужасно. То и дело, поскальзываешься. В травмпункт больницы скорой медицинской помощи обращаются десятки человек. Поток пациентов с травмами значительно увеличился, говорят медики. Еще неделю назад приходили в среднем 40 человек в сутки. Сейчас количество выросло в два раза. Обращаются с разными травмами. Бывает от ушибов до переломов. Чаще всего обращаются пожилые люди с переломами костей предплечья и с повреждением лодыжек и переломом плеча. Врачи советуют жителям областного центра ходить по скользким улицам не спеша. Также медики рекомендуют носить обувь с нескользящей подошвой. А пожилых людей просят вообще воздержаться от прогулок. Еще как один совет. Несмотря на достаточно теплую погоду, одевать какие-то головные уборы более инженционные. Существуют же зимние шапки. Но хоть как-то это смягчит. Понимаю, что это не мотоциклет, не шлем. Но тем не менее, удар голой головой об лед и удар головой, одетым, допустим, в зимнюю шапку меховую, это будут разные удары. Коммунальные службы уже потратили большую часть бюджета. В этом они винят аномально снежную зиму. Недавно в мэрии прошло совещание, на котором заявили о дополнительном финансировании Центра управления градскими дорогами. Подсыпают песко-соленую смесь, как она называется, антигололедный реагент. Они посыпают регулярно. Какая-то очистка требуется внутриквартальных дорог, более второстепенных дорог. Ну и, безусловно, работа по очистке от льда, тротуаров, остановочных пунктов. Эта работа тоже ведется, просто она будет продолжаться. Пострадавшие от гололеда жители могут обратиться за компенсацией в суд. Прецеденты во Владимире уже были. Жительница города в 2020-м отсудила у торгового центра 80 тысяч рублей из-за травмы руки. Ее она получила при неудачном падении. Чтобы взыскать деньги, необходимо зафиксировать повреждения в больнице и подать заявление на организацию, которая обслуживает эту территорию. Ольга Лефимова, Мария Гончарова и Вячеслав Сноровкин.